Вы знаете, когда я видел съёмки телевизионные о деятельности этой группы, скажем так, организации, вряд ли её можно назвать, я судорожно пытался вспомнить, где это я уже видел. Ну, я человек 45 лет за рулём, поэтому хамство мне отвратительно в любом виде, в том числе и, так сказать, автомобильное хамство. Но я говорю сейчас не про конкретику, а про действие, про то, как это происходит, что происходит на экране и так далее. И, о боже, я вспомнил, как это всё называлось. Я всё это видел во времена культурной революции в Китае. Всё это называлось хунвейбины. Вот эти самые замечательные ребята, которые там заставляли собственное дерьмо, есть там преподаватели из своих университетов или там их уничтожали даже, и там красили их красками, так сказать, различных людей из вот этой сферы, так сказать, прежде всего образования и так далее. И вот по сути своей, по наглости тому, что происходило на телевизионном экране, и по значимости, собственно, для вот этого самого, что ли, деятельности, скажем так. Всё это очень мне это напомнило. И в это же время я узнал очень для меня важную информацию. Я узнал, что, оказывается, корни этой самой организации лежат где? В нашистах. То есть, это, оказывается, прокремлёвское движение. И всё встало на свои места. Что такое прокремлёвское движение? Это, значит, за бесплатный обед там в Макдональдсе, или там за шарфик, за шапочку, за маечку какую-то красивую. Эти люди, то есть, за фактически нашу печенюшку кремлёвскую, готовы на любую подлость, на любую пакость. Вот что такое нашисты. И поэтому, так сказать, с одной стороны, повторяю, как бы благородный порыв, так сказать, бороться с хамством, а с другой стороны, способ, как они это делали, за всем этим видны были кремлёвские кукловоды. И тут мне как-то всё было понятно с ними, они мне были отвратительны. И то, что Минюст решил с этим делом закончить, мне кажется, глубоко какое-то мудрое решение. Такое решение в том смысле, что это всё-таки при всём, при том, вне конституционной организации. А я очень, как бы, не то что с отвращением, а с тревогой отношусь к любым вот таким инициативам, идущим вне конституции. Только они должны были начать не с того, что им не нужны деньги президентские. Они должны сказать были, что мы ничего общего не имеем с прокремлёвскими движениями. Мы ничего общего не имеем с теми проститутками, которые, так сказать, сегодня за рубли, а завтра за шекели, доллары, евро, юани, не знаю, тугрики, за что угодно будут служить любому правительству. Ведь вот все эти прокремлёвские движения страшны тем, что мы рождаем поколение циников. Мы рождаем людей, которые за, так сказать, плату любят Родину, олицетворяя, так сказать, под Родиной и понимая под Родиной вполне конкретного человека, либо, так сказать, группу людей. Вот что за этим плохое. Если бы стоп хамы, вернее борцы, так сказать, с хамами на дорогах, они сказали, ребята, нам не нужны ни ваши деньги. Нам не нужны, так сказать, ничего того, что нас каким-то образом может олицетворять с нашистами. Ведь нашисты и фашисты не зря, так сказать, как бы даже и звучат-то почти одинаково. Мы не они. Нам вот здесь вот то, что творится на наших дорогах. И мы боремся с хамами. Я бы поднял руку, ребята, ну да. Хотя сразу против вас встают уголовный кодекс, рассерженные, так сказать, эти самые хамы, чаще всего, так сказать, с мигалками, либо там держащие мигалки где-нибудь в виде удостоверений каких-нибудь там ФСО или ещё кого-нибудь. И так далее, так далее. То есть я был бы внутренне с ними, хотя и говорил бы им, ребят, бессмысленно. Бессмысленно, потому что выйдите на Кутузовский проспект, и вы поймёте, что настоящие хамы летают с мигалками ММОС. Они не стоят около магазинов и Макдональдсов, так сказать, на тротуарах. Это другие люди. Это хозяева тех, кто стоят вот с теми, с кем вы боретесь. Вот чего мне не хватает. Мне не хватает, так сказать, понимания чистоты их помыслов. У меня есть ощущение, что дёргают за ниточки этих ребят. И дёргают, и продолжают дёргать те, кто организует эти молодёжные движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова